СКТ-26 Перед выходом комбайна в поле следует проверить правильность натяжения цепных и ременных передач. Исправность и плотность соединения агрегатов гидросистемы. Недопустимы подтекания в системах питания, смазки и охлаждения. Замки кожухов у зерноуборочных комбайнов должны надежно удерживать ограждение и не открываться самопроизвольно. Перед выходом комбайна в поле вручную прокручивают его рабочие органы. Затем проверяют их работу при малой частоте вращения коленчатого вала двигателя. Тщательно проверяют и работают систем освещения и сигнализации. Перед началом движения комбайна, особенно в поле, необходимо убедиться нет ли людей впереди и сбоку машины и дать предупредительный сигнал. Зачастую уборочные агрегаты работают на пересеченной местности. В этом случае работа на уклонах, превышающих 10-15 градусов, не рекомендуется. Повороты комбайна можно производить при скорости не более 4 км в час. В процессе уборки возникает необходимость регулировать рабочие органы и устранять неисправности. Очищать режущий аппарат, молотильный барабан, шнеки. Эти операции выполняют только при заглушенном двигателе. После устранения неисправностей на рабочих органах комбайна не должны оставаться посторонние предметы. Трактор с колесным прицепом наряду с автомобилем – основное транспортное средство в сельскохозяйственном производстве. Транспортным работам в сельском хозяйстве допускают только технически исправные тракторы и прицепы с государственными номерными знаками. Длина тракторного поезда не должна превышать 24 метров. Особое внимание перед выездом на линию нужно уделять исправности и надежности сцепного устройства. Тракторы, прицепы и полуприцепы необходимо оборудовать стоп-сигналами и указателями поворота. Движение транспортных средств по территории хозяйств допускают только в соответствии с разработанной маршрутной схемой, на которую нанесены разрешенные и запрещенные направления движения, подъезды и развороты. На подъездных дорогах скорость движения не должна превышать 10 километров в час, а возле производственных сооружений ее необходимо снизить до 2 километров в час. Особую предосторожность следует соблюдать при перевозке жидкого аммиака, аммиачной воды и сжиженного газа. Перед заправкой их в емкость необходимо тщательно проверить контрольно-измерительные приборы, запорную арматуру, клапаны и шланги. При перевозке аммиака на трактор и цистерну обязательно устанавливают красные флажки. Еще одно важное правило техники безопасности при использовании транспортного агрегата. Буксировку тракторов и самоходных машин производят только таким трактором, мощность которого равна или больше буксируемой машине. В сельской местности транспортным агрегатам приходится работать в сложных дорожных условиях. Значит, водитель должен быть особенно внимательным. Например, преодолевать подъем нужно на низшей передаче. Повороты и развороты на подъемах и спусках категорически запрещены. Агрегат может опрокинуться. Железнодорожное полотно — зона повышенной опасности. Поэтому переезжать его разрешено только в установленных местах, в железнодорожных переездах. При появлении мигающего красного света и звукового сигнала въезжать на переезд категорически запрещено. Также категорически запрещено пересекать железнодорожные пути в других неустановленных местах. На этом наше занятие закончено. Теперь вы можете самостоятельно проработать тему СКТ-129, то есть смоделировать финальную часть нашего занятия. Правильная эксплуатация современной сельскохозяйственной техники — залог высокопроизводительной и безопасной работы механизаторов. КОНЕЦ КОНЕЦ